здравствуйте мои уважаемые зрители хочу вам сообщить последние новости но в ереване два дня подряд были очень сильные землетрясения в общем подземные толчки и люди все выбегали на улице сейчас я вам покажу немножко видео смотрите он люди все поубегали чтобы не пострадать во время землетрясения так вот по свидетельству очевидцев землетрясения в городе было такой силы что в магазинах с полок падали товары помимо этого в домах на пол падала мебель он падала мебель горшки разбились цветами ереване наблюдали перебой сотовой связи интернетом многие жители еревана опасаясь повторных подземных толчков вышли из домов на улице ну вот люди стоят на улицах ждут пока землетрясения кончатся и там вот разрушения были да были очень сильные толчки до пяти баллов в основном около еревана но в городе очень чувствовалось и многие здания там даже потрескались но сейчас покажу ролик немного как там это выглядело вон человек бежит и все трясется там он все коридор вон вибрирует вон все на улице побежали сразу там так мы поехали дальше вот как раз про это землетрясение никол пашинян на фейсбуке сделал заявление у нас нет предварительного уничтожения данных он пока не знает что там у них случилось ереване пострадал один самодельный дом и один горожанин немного пострадал нескольких местах упала плитки никто так вообще пишет серьезно не пострадал но его сейчас комментарии тут вот он никол пашинян на фейсбуке тут ему написали ты похлеще землетрясение для этой страны нам после твоего предательства и трехлетней клоунады ничего не страшно мерзкий лицемерный шут ну началась атака на пашиняна здесь ты лучшего пересдачи армении так оперативно вышел на связь типа блага как будто благодаря тебе нет жертв клоун уйди тебе не жить спокойно в армении чем как всегда на пашиняна здесь пошли атаки а тут еще поддерживал как-то так никол пашинян ты не падай духом на все случаи жизни мы тебя поддержим как сможем ты красавчик это явно азербайджанец написал он его поддержит а тут еще пишут такая тема что было применено тектоническое оружие для того чтобы в армении было больше жертв разрушения это такое пишет что за глупости пишите люди подумайте что говорите какое тектоническое оружие чушь все это нет такого оружия на земле сейчас двиги тектонических плит происходят и везде где есть стыки плит происходит землетрясение не сейте панику уже люди начали думать что оружие кто-то применяет в армении в общем но он успокоил что такого оружия нет но такая девушка есть аннуш брутян мне пришел комментарий как раз про пашиняна она ему написала пашинян я вам показывал в том ролике хотел поднять штрафы до 10 миллионов и их не валюты она вот написала ему алиевская постилкой предатель никол пашаев за нашей спиной тайно продал арца каждый день сдает новые новые территории армении предал нашу армию гробил целые поколения в общем зато пятибалльное землетрясение заставило его на секунду выбежать на улицу когда тряхануло предатель выскочил на улицу в общем она вот тут написала ему так ты предатель государственный изменник можешь штрафовать меня хоть на 100 миллионов на 10 миллионов хоть на 20 миллионов армянской валюты все равно буду кроме плевка в харю от меня ничего не получишь можешь подать на меня в суд я в суде фактами докажу что мною сказанное это не клевета чистая правда ну дерзай предатель смелая девушка вот пашиняну все высказал в лицо а тут написали ответ джана он по-русски не понимать понимать понимает пашинян все понимать ну и вот как раз на тему этого предательства опять манукян тут заяву сделал что пашинян оказывается подписал еще один документ насколько он там этих документов уже этих подписал сейчас почитаем случайно выяснилось что помимо трехстороннего заявления существует секретно подписанный документ шести пунктов шести пунктов раньше мы не понимали почему теряем границы но оказалось что один предательский документ еще есть так наше отечество наших глазах разрушается до конца одним человеком мы никогда не видели такого предательства что лидер страны не сообща народу продавал государство за спиной народа но сейчас объявил что она будет создать оппозицию и митинг 20 февраля что остается в силе повестка не изменилась избавиться от премьера предателя сформировать временное правительство создать условия для проведения честных выборов а насчет этого документа то что он написал что хотят продать сейчас я тут где-то у меня было сейчас я вам покажу а и вот тут это уже не моя сказать из головы выдуманная фантазия это сами армяне там политологи пишут что никол избавил по против всюника в общем против зонгизура он в общем на горный карабах уже он продал теперь осталось еще зонгизур продать вот они пишут что главной мишенью был не на горный карабах а как сказать зонгизур был вот они пишут туркам нужен цюник борьба в основном была за зонгизур геополитическое и военное политическое значение зонгизур очень огромное не случайно что иран несколько раз сделал заявление на эту тему сейчас я вам на карте покажу многие со мной спорили что я фантазирую что я не прав в общем я думаю со временем если пашинян останется власти то азербайджан вообще практически может вернуть всю территорию вот этой области зонгизурске потому что пашинян пока власти он подписывает документы и по медленно но уверенно территория переходит собственность азербайджана так что главная цель вот чтобы с накинчивание потом соединиться азербайджан так но поехали дальше да ну вот 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 он что монокеан заявил про этот документ они еще обнаружили они там роют сейчас землю так ну и вот время работает против армении что я хотел сказать так они решили сейчас оппозиция сместить пашиняну как его сделать он официальный премьер-министр его нельзя как-то вот сместить официально ну с помощью только вот переворота или с помощью кого-нибудь бунта или с помощью там революции но они решили немножко хитрее в армении сделать одним из способов возможного строения пашиняна от власти может быть общенародный сбор подписи под петицией об его отставке этот процесс море занять определенное время поэтому он должен быть продуманным и подготовленным он люди будут собирать во всей армении подписи и потом так вот должна все это быть организована оппозиция должна продумать все детали и организации так чтобы она имела законную силу а в результате не вызвало сомнений у представителей международных структур только в этом случае они воспримут петицию в качестве документа выражающее истинное мнение народа но наличие такой петиции даст возможность армении лице оппозиции обратиться к международным организациям и посольством иностранных государств с требованием не принимать пашиняна как лицо представляющую республику поскольку он не пользуется поддержкой населения и не выражает его интересы возможно такая тактика борьбы вынуть пашиняна уйти в отставку мирным путем ну вот они решили да немножко хитро сделать чтобы собрать документ петиции как бы сказать пашиняна сместить власти таким путем ну все ребята у меня на этом все всем спасибо всем пока до новых встреч